Друзья мои, я приветствую вас на нашем канале, на котором мы учимся избавляться от диагнозов и состояний с помощью нутрициологии. И сегодня мы с вами, пожалуй, поговорим об идеальном меню. В конце этого ролика я поделюсь с вами полезными советами, которые вы можете начать применять уже сегодня. Мы настолько индивидуальны, что нас нельзя просто приравнивать вот к одному какому-то среднему. Разные состояния, разные патологии, разная чувствительность организма и, конечно же, переносимость нашего организма к определенным продуктам тоже будет разная. Поэтому понятие правильное питание – это в любом случае такое среднее по больнице. Нам важно понимать, что любой продукт имеет плюсы и минусы. Мы смотрим на любой продукт через призму организма, который будет этот продукт усваивать. Некоторые продукты действительно обладают провоспалительным действием. И здоровому организму, конечно же, они никакого вреда не нанесут. Но если в организме уже есть чуть-чуть воспаления хронического, вялотекущего или чуть-чуть взбит метаболизм, то эти продукты подсветят воспаление и еще больше собьют метаболизм. А есть продукты, которые обладают противовоспалительным действием. Конечно, если в организме имеется какая-то неполадка, в том числе воспаление, они будут сглаживать этот процесс Составление меню это всегда индивидуально Первое, это, конечно же, завтрак Если у вас есть чувство голода, вот как только вы проснулись, и вам вкусно прямо, вы завтракаете прям с чувством хорошего аппетита Это говорит о том, что системы детоксикации ночью поработали хорошо Помимо этого, конечно же, завтрак должен быть максимально плотным приемом пищи Завтрак съем сам, обед разделю с другом, ужин отдам врагу В этом, конечно, есть доля правды, есть сомнительные моменты, но тем не менее, завтрак должен быть максимально плотным Обязательно должны быть жиры Зачастую у нас завтрак слишком насыщен простыми углеводами, которые очень быстро усваиваются Это не очень хорошо для вашей поджелудочной железы, это не очень хорошо для ваших обменных процессов А когда в вашем завтраке присутствуют жиры, это дает долгое ощущение сытости, потому что жиры усваиваются гораздо дольше Жиры нужны вашему мозгу, жиры нужны вашей гормональной системе, жиры нужны сурфактанту ваших легких Именно из-за жиров ваша кожа увлажненная и плотная Ну и, конечно, в завтраке должен быть белок, желательно легко усвояемый Если мы рассматриваем, например, с вами завтраки, не подходящие для нашего здоровья То, конечно, это будут в первую очередь каши Особенно, которые уже упакованы и они, значит, с сахаром Либо вы сами добавляете, например, в кашу сахар, молоко, мед, фрукты Это огромная углеводная нагрузка на организм, это сбивает ваши системы В первую очередь это сбивает углеводный обмен Таким образом мы зарабатываем инсулинорезистентность, а это воспаление для организма Которое будет истощать вас по всем фронтам, по витаминам и минералам в том числе И, по сути, на завтрак вы можете съесть, например, даже стейк Снабдить это все дело овощами и зеленью и будет идеальный вариант завтрака Нет, вы что, такой завтрак я не переношу, у меня сразу начинается тошнота, у меня тяжесть в желудке Это не вопрос к завтраку, это не вопрос к продуктам, это не вопрос к жирам и белкам Это вопрос к вашему организму Озаботиться надо, конечно, состоянием своего желчного пузыря На моем канале уже есть видео про желчный пузырь, посмотрите и применяйте Между приемом пищи и приемом пищи должно проходить минимум 4 часа Это должен быть чистый интервал, чистый промежуток без еды Все, что не вода, еда После еды у нас взлетает инсулин и падать он будет где-то 3 с копейками часа За это время, если вы еще раз перекусили, вы опять подняли инсулин Таким образом, приходите к тому, что у вас будут нечувствительные рецепторы к инсулину и будет инсулинорезистентность А это очень неприятное состояние, которое ломает практически все в организме На обед вы тоже можете есть жиры, белки, немножко углеводов Но углеводы я рекомендую все-таки добывать не из круп и тем более не из булок, не из хлеба, не из сладкого Углеводы мы добываем из овощей, из зелени, это идеальный вариант, дают здоровье вашему желудочно-кишечному тракту Овощи это дополнительный источник клетчатки, ну и конечно же биофлавоноидов, собственно, ради которых мы их и едим Я бы не отдавала ужин врагу, но сделала бы так, чтобы ужин был максимально полезен именно моему организму И именно в тот период, когда это надо Ужином мы можем корректировать уровень кортизола Если вы зашли в хронический стресс, то на ужин желательно добавить только овощи Чтобы не было вообще никакого белка и немножечко было жиров Углеводный ужин немножечко снизит кортизол и таким образом вы поддержите свои надпочечники Есть такое правило, которое тоже почему-то распространили на всех, после 6 не есть Нет, это абсолютно не так, потому что природа нас так не придумывала В природе человек находил еду не обязательно в 6 часов вечера Представьте нашего первобытного предка, который там 7 часов вечера нашел еду и сказал Ой нет, уже поздно, не буду Ужин должен быть за 2 часа до сна, это оптимально С 10 часов вечера начинает работать меридиан печени А что делает печень ночью? Выносит мусор из организма Она тянет токсины из глубоких тканей и фактически очищает ваш организм Это происходит именно ночью Но если в организме есть еда, то печень будет занята едой И детоксикация в эту ночь у вас не пройдет И конечно же соблюдать все эти правила в разы проще Если у вас есть сообщество единомышленников, которые поддержат в нужный момент И именно такое сообщество вы можете обрести, если подпишетесь на мой телеграм-канал А еще прямо сейчас переходите по ссылке в описании И мой бот поделится с вами полезным чек-листом и тремя уроками Вы научитесь не только правильно питаться, но и избавляться от болячек, патологий, диагнозов При помощи питания и образа жизни И вот мы подходим к тому, что идеального меню как такового не существует Если мы начинаем, например, с количества приемов пищи в день То оптимально это 3 У меня, например, уже много лет 2 Мне абсолютно комфортно, я не испытываю чувства голода Хотя раньше было время, когда я питалась и 5 раз в день И я действительно на таком питании худела Но просто спустя несколько лет я распрощалась со здоровьем своей гормональной системы Не делайте так Пятиразовое питание все-таки убивает вашу поджелудочную железу И поэтому это не цена за то, чтобы похудеть сегодня Человек, который слышит о том, что можно питаться 2 раза в день Он очень боится этого чувства, что ему придется голодать Участники наших курсов сейчас говорят, что они никогда так сытно и вкусно не ели Как именно тогда, когда перешли на двухразовое питание Вот в этом и заключается принцип идеального меню Чтобы подобрать продукты, которые дают тебе чувство сытости и энергию в течение дня Тебе не хочется постоянно перекусывать И твое здоровье улучшается с каждым днем Какие правила вы соблюдаете, какие не соблюдаете А каких вы, возможно, впервые услышали Напишите в комментариях Обязательно ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал А с вами была Марина Жигульская и Школа Здоровья Ресурс И мы желаем вам отменного здоровья Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин